Мужчина не отходит от банкомата, с кем-то беседуя по телефону. Сотрудники торгового центра и стоящие в очереди люди попытались выяснить, с кем общался пенсионер и кому настойчиво переводил деньги. Но он лишь отмахнулся от них. На происходящее обратили внимание сотрудники уголовного розыска городского управления. Поняв, в чем дело, полицейские убедили пенсионера в том, что его собеседники – это мошенники. Я боялся штрафа. Другого выхода не было. Я некомфортно себя чувствовал. Но я так решил. Фиг с ними, с этими деньгами. Я хоть поживу спокойно, у меня все-таки пенсия-то идет. Злоумышленники позвонили 85-летнему саратовцу и сказали, что его сбережение под угрозой, посоветовав перевести деньги на безопасный счет. В случае разглашения информации третьим лицам пенсионеру пригрозили уголовным преследованием. Напугавшись, он снял 100 тысяч рублей и около 30 из них успел перевести на указанные неизвестными счета. Не перечисляйте деньги на так называемые безопасные или резервные счета. Знайте, что безопасный счет – это уловка мошенников. Не помогайте им зарабатывать на вас. Никому, в том числе сотрудникам банка, не называйте секретные данные карты и коды из смс-сообщений. И не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников. Если вам сообщают о незаконных действиях в отношении ваших сбережений, немедленно прервите разговор и самостоятельно обратитесь в банк.